Действительно, сейчас мы подошли к тому рубежу, когда Минские соглашения под серьезнейшей угрозой. До 14-го числа Верховная Рада должна принять постановление и перечислить, подтвердить перечень тех районов, на которые будет распространяться особый статус и свободная экономическая зона. Непосредственно это тот рубеж, за который мы не должны вывалиться. И сейчас во многом все зависит от Киева, от его готовности следовать строго тому алгоритму, который был разработан и подписан в Минске. Тому алгоритму, который действительно может перевести весь конфликт, военный конфликт, непосредственно в мирное русло, в политическое русло. И действительно, тогда этот конфликт можно считать исчерпанным. Более того, хотим напомнить, что дабы мы не прибегали к Минску-3 и дабы мы не повторили ошибки Минска-1, нам необходимо приложить обоюдные усилия для того, чтобы весь алгоритм, все пункты комплекса мер были выполнены непосредственно. И сейчас хотим, наверное, предостеречь Киев от имитации переговорного процесса, от тех проволочек, которые действительно могут повредить мирному процессу и подставить под сомнение, наверное, те гарантии, которые были предоставлены главами нормандской четверки непосредственно в Минске.